Сегодняшний доклад Не только развитие банковской системы касательно трансформации, но необходимо учитывать безопасность каждой инфраструктуры, каждой отрасли, включая банковскую платежную систему. В связи с этим, какие меры должны приниматься в банковской сфере? По обеспечению, по защите банковской информации, конфиденциальной информации, утечке этих информаций, как обнаруживаются эти угрозы, инциденты и какие меры принимаются. При этом по международной практике необходимо учить три контура. Это первый персонал, второй процесс, третий технология. Без этих трех факторов невозможно обеспечить информационную кибербезопасность. При этом, как на слайде было описано, обучение персонал тоже является одним из основных факторов. При этом вызове перспективы. Кибербезопасность у нас вышла в 2022 году, в апреле, 15 апреля у нас был принят закон о кибербезопасности. До этого у нас было принято соответствующие термины, мы всегда использовали информационную безопасность. В свое время у нас были открыты соответствующие центры. Центр электронного правительства и Центр технического содействия. Основной вклад был в данное направление и, грубо говоря, фундамент. В этих годах мы уже стали развиваться. Те специалисты, в то время, когда уже начали, уже, грубо говоря, в разных направлениях работают. Это передовых направлений именно по информационной кибербезопасности, включая и нас. Вызовы. Как это выходит? Если смотреть, на сегодняшний день вся информация сливается в интернете, мы сами знаем. Знаете, потому что все люди, которые имеют цифровое «я», точнее, цифровую свою личность, все передают в открытом доступе. Потому что социальные изменения используются не только в благах целых, это мошенники тоже пользуются этими информациями, которые вы уже публиковали в публичном виде. Те же информации уже доступны, кто, когда, где работает. Этими информациями владеют злоумышленники и стараются как-то контактировать с этими людьми. Просто в данном направлении мы можем говорить, что имеется в виду, если злоумышленники получают эти информации, в каком виде различаются кибер-угрозы от фронтовых операций. Хотелось чуть кратко описать, если злоумышленники нацелены на одного человека и намерены получить те денежные средства или личные данные только от того человека, и цель только выгода от этого, это только мошенничество. Если человек нацелено получить информацию того человека, где он работает, и получить более подробную информацию об инфраструктуре этого человека и отправляет фишинговой рассылкой на их корпоративные поиски, овладеет их доступами, это уже кибератака и киберинцидент, случай инцидентов. Просто необходимо понимать, иногда у нас закон принят, но в разных средствах массовой информации обычно говорят, что это кибер-мошенничество. Так как на сегодняшний день у нас есть в уголовном кодексе три статьи, там указано мошенничество с использованием информационно-коммуникационной технологии. Такой фразы нет у нас. И понятильной аппаратии до сих пор нет, но так как по законодательству это принимается только мошенничество. И по международной требованием мошенничество это является фрод. Фрод это не только в банковской сфере, и в любых сферах. До меня тоже докладчики говорили, это фродово именно мошенничество в любых сферах есть. И в телекоммуникации, и в торговле есть, и везде есть. Это, грубо говоря, древнейший вид деятельности, можно сказать. Как мы видим, как предыдущие докладчики говорили, что необходимо пользоваться новым технологиями, как я заранее говорил, три основные направления. Один из них это направление использования технологий, новых технологий. Биометрическая идентификация тоже включается в данное направление. Один из новых направлений, который обеспечивает, во-первых, идентификацию того или иного пользователя. Это для чего нужен? В банковской сфере, в банковской платежности, это обеспечивает, что тот или иной человек должен подтвердить свою личность. По международному требованию фатфа, человек, который использующий, осуществляющий транзакции или операции, должен идентифицироваться в определенных суммах. При этом мы можем использовать биометрические идентификации. Да, в банковской сфере и платежной системе на сегодняшний день используются в мобильных приложениях биометрические идентификации, которые на сегодняшний день два имеются, там MyID и FaceID. При этом, изучая международный опыт, мы видим, что мир уже переходит не только биометрические идентификации, биометрические идентификации в различных видах, если там по FaceID, по биометрической идентификации, там отпечатка пальцев, даже выходит уже через венную идентификацию. При этом можно учитывать, что искусственный интеллект на сегодняшний день является более актуальным, но при этом в качестве окончательного вердикта, как специалист по информационной киберспекции, это неоптимально считается, но рутинные работы, чтобы облегчить, можно использовать искусственный интеллект, так как те же или иные запросы он оперативно находит и коррелирует, и при этом находит те или иные изъяны или дублированные информации. При этом нужно использовать искусственный интеллект, но для принятия решения все равно остается перед человеком решение. Да, еще при этом основным фактором трех из них – это подготовка специалистов тоже. Если по нормативным актам смотреть, в банковской и финансовой сфере уже имеются соответствующие законы, законные постановления и подзаконные акты. К примеру, в первую очередь это банковская тайна, это принято в 2003 году. После этого было принято помещение нового законоперсональных данных. Новый закон – это, можно подсказать, закон о кибербезопасности Республики Кижбекистан, который принят в 2022 году. Кроме него у нас имеется соответствующие постановления президента. На основании этого в Центральном банке был создан Центр кибербезопасности СРЦВ, постановление президента 5170. Согласно этому постановлению, Центральный банк является координационным органом по обеспечению кибербезопасности операторов платежных систем, кредитных и платежных организаций. При этом по закону кибербезопасности полномоченным органом является служба безопасности. И соответственно на основании этого закона единая политика Республики Кижбекистан определяется президентом Республики Кижбекистан. На основании этого постановления в банковской сфере, как регулятор банковской платежной системы, является Центральный банк. Но при этом, согласно закону Центрального банка, устойчивость самого банковской платежной системы определяется Центральным банком. Согласно этому, в 2021 году, 1 июля, было принято постановление президента 5170. Согласно этому, Центр Кибербезопасности Центрального банка является координационным органом. Какие основные задачи выполняет данная сфера? Изучая международный опыт, для обеспечения целого круга банковской платежной системы необходимо, во-первых, собрать те или иные информации, которые являются угрозой для банковской платежной системы. Для этого необходимо создавать Центр Мониторинга. На сегодняшний день в Кибербезопасности Центрального банка имеется мониторинг, и при этом Центральные банки регулярно основные получают информацию от Кибербезопасности Центрального банка. Так как у разделённых аспектов невозможно получить оперативную информацию и своевременную информацию, для этого необходимо собрать в одном месте. И предоставлять те или иные рекомендации для другим участникам. Потому что в каждом банке имеются собственные клиенты, и они обеспечивают конфиденциально их своих клиентов. Соответственно, по закону Центральный банк, Центральный банк не является третьим лицом. При этом Центральный банк может получать все информации. Касательно деятельности банковской платежной системы. При этом, что осуществляется в банковской сфере? Как не зря я говорил, три основные направления. Один из них – это обучение кадровая подготовка специалистов. В данном направлении в сентябре у нас был проведен форум «Безопасность в Кинтехе». При этом участники нашего форума тоже были. И при этом у нас имеются соответствующие взаимодействия проохранительными органами и международным организациям. И при этом мы работаем на сегодняшний день, да, так как на нас было возложено обеспечение «Безопасность в Кинтехе». При этом ведутся работы по противодействию работы по фродумам и операциям, которые связаны с банковскими платежными картами. Что у нас имеется в сотрудничестве? Сотрудничество у нас имеется с несколькими организациями, международными организациями, подписанными меморандами. Кроме того, проохранительными органами. На сегодняшний день у нас по внутренней Узбекистане имеется сотрудничество у Министерства внутренних, Министерства обороны, Центральной кибербезопасности, который является национальным сортом в Узбекистане, и рабочим органом, и Министерство цифровых технологий. Кроме того, у нас имеется, как было указано в слайде, и международными экспертами тоже у нас ведутся работы, так как ОСЭРД изначально по международным требованиям должен собирать те или иные информации касательно киберугрозы, их анализировать и предоставлять своим участникам, чтобы своевременно они смогли противодействовать различного вида атак. Спасибо.